Партийная партийная организация В большинстве случаев определилась с тем, какие кандидаты на каких территориях будут представлять нашу организацию и приступила к полномерной работе. То, как проходили эти выборы, наверное, войдет в учебники по политологии о том, как не надо проводить организацию избирательных кампаний, если выступаешь со стороны власти. Политические администрации этих выборов в московском правительстве и в администрации президента явно где-то просчитались. И, по большому счету, проходная избирательная кампания из инерционной превратилась в мобилизационную, сопровождающуюся огромным скандалом. Власть переиграла сама себя, с одной стороны, спрятав кандидатов от Единой России под личиной самовыдвиженцев, но прокололась на сборе подписей и за счет манипулирования избирательными технологиями допустила угодных кандидатов и не допустила неугодных, тем самым спровоцировав огромное общественное возмущение и серьезное участие в этом, в том числе либеральных сил, с их мощными информационными ресурсами. При этом сценарий кампании развивался таким образом, что грязь, увы, сопровождала эти выборы с самого начала и до самого конца, начиная от неправовых действий Московской городской избирательной комиссии и заканчивая самим днем голосования, в ночь перед которым на каждого практически из наших кандидатов по всем ящикам наших избирателей была распространена откровенная чернуха, самая грязная, подлая и гнусная, которую только можно представить. При этом в сам день голосования мы видели огромное количество голосований на дому. Этих надомников мобилизовывали Центр социальной защиты. Эта работа проводилась абсолютно централизованно, проводилась в интересах действующей власти, с подсказками избирателям, за кого и как голосовать. И число голосующих на дому было явно больше обычной среди статистической нормы. Если обычно на дому голосуют 15-20 человек на участок максимум, то здесь было и 40, и 60, и 100, и больше 100 на значительной доле избирательных участков, на значительной доле улик. То же самое можно сказать и об экспериментах власти с внедрением так называемого электронного голосования. На самом деле это абсолютно порочная инициатива, которая мало того, что абсолютно бездарно реализована властями с технической точки зрения, трижды при тестировании до выборов она дала сбой, и трижды во время дня голосования она также давала сбои. На третий раз у них сгорел сервер. При этом все равно итоги никто не пожелал отменять, и они были признаны якобы успешными. Якобы эксперимент состоялся, так это еще и при том, что был целый ряд аномалий, начиная с того, что четверть всех проголосовавших проголосовало в первые часы после открытия участка. Такого никогда не было при традиционной форме голосования. При этом, когда уже начался подсчет голосов, оказалось, что кандидаты от власти в электронном голосовании почти в три раза опережают кандидатов от КПРФ. Опять же, такого не было ни на одном избирательных участках во всей Москве, там, где электронного голосования не было. И также на двух из трех избирательных участках явка магическим образом составила 86,6%. Видимо, это должно стать предметом для нового мема в интернете. Мы с вами понимаем, что выборы, к сожалению, действительно происходили совершенно бесчестным образом, и даже в этих условиях КПРФ и ее кандидаты смогли ценой огромных усилий все-таки вырвать у власти 13 мандатов и получить серьезное усиление своей фракции в Московской городской думе и в том числе повлиять на политическую обстановку в этом парламентском органе. Если раньше Единая Россия, пользуясь своим безраздельным господством, могла принимать любые решения, сейчас у них, да, по-прежнему остается контрольный пакет голосов, но теперь от них потребуется стопроцентная дисциплина для того, чтобы проводить те решения, которые им нужны. Малейшее нарушение явки, а этим, как мы знаем, партия власти довольно прилично страдает, приведет к тому, что они уже не смогут проводить нужные им законодательные инициативы. И здесь, я уверен, оппозиция будет действовать консолидированно. Уже сейчас наши избранные депутаты выступили с политическим заявлением против политических репрессий, против того, чтобы проводилось судебное и силовое преследование в отношении тех, кто принимал участие в акциях протеста этим летом, за отставку Валентина Горбунова, председателя Московской городской избирательной комиссии, как одного из главных виновников того политического кризиса, который разразился в Москве, за отмену итогов так называемого электронного голосования и за расследование тех коррупционных проявлений, информация о которых была широко растиражирована в СМИ во время избирательной кампании. Мы убеждены, что избранные депутаты обязаны делать все от них зависящее для того, чтобы повышать авторитет и политическое влияние Московской городской думы, которая тем самым могла бы ограничить все власти и исполнительные власти и московского правительства, добиваясь тем самым более здорового политического процесса. Поэтому избирательная кампания, несмотря на всю грязь, которая она сопровождалась, мы считаем, что все-таки отражает тенденции изменения настроения в обществе, власть последовательно теряет остатки своего авторитета, а общество все больше поворачивается к тем политическим силам, которые готовы предложить альтернативу. В этом отношении КПРФ, безусловно, стоит на первом месте и будет и дальше последовательно отстаивать интересы наших избирателей, наших сограждан, москвичей и трудящегося большинства. Пожалуйста, Алексей. Добрый день, уважаемые коллеги. Избирательная кампания прошла не только в Москве, но ее результаты, в принципе, должны были быть практически такими же по всей стране. Мы говорим о росте числа депутатов от оппозиции, избранных в региональные парламенты. Мы говорим о необходимости, в том числе и смены исполнительной власти. Но то, что касается глав регионов, мы прекрасно понимаем, что это абсолютно технологическая победа, а не электоральная, которая произошла исключительно за счет зачистки всех сильных кандидатов. Поэтому гордиться сегодня, хвалиться партии власти нечем, по большому счету. Это такой последний рубеж, который удерживает ее от окончательного краха. Второй момент, что выборы – это законный способ смены власти. То, что от нынешней власти люди устали, то, что она сегодня себя дискредитировала, наверное, для кого не секрет. Мы прекрасно понимаем, что если ее не менять законным путем, а этому, к сожалению, препятствуют сегодня многие моменты, этому препятствуют сегодня вот этот административный ресурс колоссальный, этому препятствуют новые технологии фальсификации, в том числе электронное голосование, которое невозможно проверить. Этому сегодня способствуют абсолютно беззаконные действия региональных элит. Я говорю, например, о Татарстане, где совершенно не приходится говорить о каких-либо честных выборах в принципе, поскольку сам процесс, даже сам процесс подсчета, находится исключительно в руках коррумпированных чиновников сегодня и обслуживших, к сожалению, правоохранительных органах. Мы были на этих выборах от начала и до конца, с начала открытия избирательных участков и до заполнения форм для ведения ГАЗ-выборы на всех уровнях были фальсификации, причем на которые абсолютно не обращали внимания те, кто должны были на это внимание обратить. Я говорю прежде всего о правоохранительных органах. К чему ведет подобная тактика? Она ведет прежде всего к тому, что люди перестают воспринимать выборы как элемент демократической системы, как законный способ смены власти. Что люди все больше смотрят на улицу, что люди все больше доверяют протестам для того, чтобы защитить свои права. А это не совсем хороший путь. Я напомню, что три составляющих – это обнищание населения, тотальная коррупция и нарушение на выборах – это предвестники любой революционной ситуации, в том числе и силовой смены власти. И то, что сегодняшняя, к сожалению, власть, я имею в виду действующая в лице Единой России, этого не понимает и этого не опасается, это большая ее ошибка. С точки зрения перспектив, с точки зрения налаживания нормальных отношений, с точки зрения формирования цивилизованной страны, институт выборов должен стать центральным, абсолютно чистым и абсолютно справедливым механизмом передачи власти. Сегодня этого, к сожалению, нет. Есть попытка за эту власть зацепиться, есть попытка любыми способами удержаться, потому что, к большому сожалению, в Российской Федерации, особенно в некоторых регионах, власть, понятие власти, понятие денег, понятие успешного бизнеса, они стали неразделимы. И, соответственно, сегодня одно зависит от другого. Власть – это деньги, а для многих это еще и свобода. Мы прекрасно понимаем. Именно поэтому сегодня столь жесткие нарушения, как в Татарстане, мы имеем место видеть, по большому счету. Именно поэтому до последнего региональные князки пытаются цепляться за свои места, теплые места. Именно поэтому страшна для многих им их тотальная замена. Замена управления. А губернаторская кампания – это именно такой вариант, когда вновь пришедшее лицо, она полностью меняет политический ландшафт. В этом плане, конечно, показателен Хабаровский край, там, где, собственно, наличие губернатора другой политической силы всколыхнуло и резко подняло явку с одной стороны, с другой стороны вселило некие надежды, может быть, и не совсем оправданные, но в любом случае это своеобразный знак. Это знак того, что в обществе назрела на сегодня потребность в изменениях, что это абсолютно нормальное явление, оно должно быть реализовано. На сегодняшнем заседании Государственной Думы будет рассмотрено множество законопроектов. К большому сожалению, подавляющая часть из них предварительно фракция «Единой России» поставлена на отклонение. Это законопроекты, касающиеся улучшения материального положения учителей, это законопроекты, в том числе, внесенный депутатом МедКПРФ, касающийся налоговых послаблений для многодетных семей. Собственно, огромный, нужный социальный блок, который, на наш взгляд, может быть реализован, учитывая колоссальные средства, накопленные сегодня на счетах, в том числе и в фонде ФНБА. Я напомню, что это уже больше 5 триллионов рублей. Курирующий вице-премьер по финансовой части обещал им, как только будет достигнут размер ФНБА 7%, прекратится безудержное накопление, и средства будут поступать в экономику. Средства будут поступать на эти самые социальные нужды. Большому сожалению, мы не видим этого. Не видим этого ни на примере 2019 года, ни, к сожалению, в тех предварительных проектировках на 2020 и 2022 год, которые сегодня поступили в Государственную Думу, и которые мы рассматривали. Сегодня мы рассматривали проект бюджета здравоохранения на 2020, 2021, 2022 год. К большому сожалению, ситуация не меняется. Абсолютно не меняется. Я напомню, что по итогам 2018 года общие затраты, все затраты государства на здравоохранение составили всего 3,2% от ВВП, при необходимых 7% рекомендуемых в СМС здравоохранения. На 2019, 2020, 2021, 2022 годы они повышаются в лучшем случае расчетным способом до 3,5-3,6%, то есть в два раза ниже, практически в два раза ниже, чем международные рекомендации. В этих условиях, безусловно, растет коммерциализация здравоохранения и будет продолжать расти. В этих условиях будет расти объем платных услуг. В этой связи будет снижаться доступность и качество предоставления медицинской помощи, что, безусловно, отразится на состоянии здоровья, на продолжительности жизни и на продолжительности активной жизни. Это именно те целевые показатели, которые поставлены в качестве приоритетных основных в указе президента. При таком подходе, при таких расчетах, при таком финансировании базовой, основной, главной системы, обеспечивающей охрану здоровья наших граждан, ни о каких прорывах, ни о каком достижении поставленных целей речи идти не может. Безусловно, мы высказали все свои мысли, безусловно, мы будем высказывать их в ходе рассмотрения бюджета, который в ближайшее время поступит в Государственную Думу, но, к большому сожалению, подходы власти не подлежат в настоящее время пересмотру и фактически остаются точно такими же. Накопление, сосредоточение средств, фактически инвестиционных средств, на счетах иностранных банков, перевод их в ценные бумаги, резервирование в виде золотовалютных резервов и на голодном пайке оставшаяся экономика, на голодном пайке оставшиеся сегодня промышленные предприятия и продолжающие разрушаться социальные сферы. И даже те последние заявления, в том числе и президента Российской Федерации, о развале первичного звена здравоохранения, о необходимости его срочной модернизации, это лишь констатация того факта, о котором мы говорим уже на протяжении последних нескольких лет. Те меры, которые предложены, тоже не несут ничего нового. То, что у врачей сегодня низкая заработная плата, и надо поднимать базовую часть, об этом мы говорим уже, наверное, лет пять. О том, что необходимо готовить больше средних медработников, а в этом тоже уже говорится более десяти лет. Но, к большому сожалению, пока у нас первое лицо не озвучивает какую-то проблему, профильные чиновники, начиная с самого маленького директора департамента и заканчивая министром соответствующего профиля, никаких мер не предпринимают. А потом кидаются якобы устранять увиденную неожиданно или зафиксированную неожиданно президентам проблему. Эти проблемы хронически, эти проблемы сегодня обсуждаются людьми, о них известно каждому в нашей стране. Ну вот, теперь стало известно и президенту. И дай бог, чтобы хотя бы та небольшая часть запланированного, которая в рамках поручений была дана, была выполнена.